а здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем прохождение на нордфри сиши марш и у нас конец марта 1724 идет дождь отвратительная погода уже темнеет и на балансе есть 33 тысяч но вот этой штуки в прошлой серии не было поэтому давайте в общем то пробежимся по нашему балансу и посмотрим что произошло с момента последней серии а с момента последней серии друзья я выполнял кучу контрактов и вот это кстати мы тоже принимаем еще остался контракт на 68 поле но он уже тоже почти сделан все нормально не успел я убрать вот эти вот три поля потому что пошел дождь но ничего страшного тюковку друзья выполнил всю которая была интересна и вот это все не интересные для меня контракты тут принципе 12000 может быть но 18 и 25 поле они разделены их там по 2 короче неудобно не хочу так вот давайте посмотрим по финансам доходы по контрактам 1 миллион семьсот тринадцать тысяч заработка доходы от продажи урожая 91000 это немножечко соломки ворованный и излишки урожаев которые поля я убирал расходы на топливо понятно но в принципе это довольно много комбайны друзья жрут просто 500 литров в час у меня жрет комбайн у него бак на 1300 литров он за два часа полностью жирает весь бак даже быстрее продано тюков 239 тысяч это с контрактов а также ворованная солома с полей я ее тюковал это оказалось намного быстрее обслуживание техники тоже дохренища денег унесло строительство 240 тысяч и новая техника аж на 2 миллиона что же друзья мы построили построили мы вот этот вот бункер я вам его показала кстати миллион литров соломы я таки себе привез сюда но это ладно поставил я в общем то вот такой вот бункер на 2 миллиона 600 тысяч литров свозил сюда все добро потом отсюда вывозил на точки продажи также друзья я не очень доволен друзья маном в частности то что он на 60 процентов всего забивается зерном то игру грузоподъемность прицепа меня не радует я вот не знаю то ли отключить эту херню потому что как то что-то мне перестает это нравится но ладно пока что не будем а в общем то у меня 2 мана работали на полях потому что не успевали особенно пшеница и рожь обслуживание техники 2 2000 ну вот капец как дорого это сеялка там на поле работает а вес сеет кому-то так вот первым он накатал 300 километров второй ман я взял чуть попозже поэтому он накатал гораздо меньше 218 километров он накатал один ман уже даже съездил починиться причем с учетом того что курсплей скажем так у меня не ездит чиниться точнее у меня вся техника чиниться по курсплею автоматом а вот эти ребята не работают по курсплею потому что но они не работают по курсплею то их решил починить автодрайв сам автодрайв делает это прикольно он едет просто в сервис и он реально ездил в сервис прикольно пускай также друзья комбайна нашему была приобретена вот такая вот жатка но опять-таки как только я ее купил сразу пошел дождь и я и даже не воспользовался так что она нульцевая а также был у нас куплен нью-холланд и культиватор и уже даже пару контрактов они сделали 55 километров три часа уже поработал так что он молодец был куплен для сбора соломы джесси бишка и фуражный прицеп но затея реально сомнительная гораздо проще эту самую солому тюковать вы ее тюкуете получаете тюки по 11 мать его кубов 24 тюка кладете вот сюда вот на прицепщика 24 тюка по 11 кубов это двести тридцать какие 200 двести шестьдесят четыре тюка да если я правильно помню таблицу умножения на 11 если не прав извините пожалуйста но короче в любом случае точнее куба и вы за за раз вывозите в общем-то в любом случае 200 кубов намного быстрее чем самым топовым вот этим 50 кубовым прицепом поэтому лучше тюковать и друзья была еще куплена вот такая вот штука для пополнения топлива потому что как я уже сказал наш вот этот вот комбайн новоиспеченный жрет топливо просто не в себя очень дохренище он жрет топливо прям и одно поле вы убираете бака нет соответственно самому ему ездить пополняться топливом это задача проблематично и потому что во первых он в поле всегда сжаткой работает поэтому пришлось гонять на поле вот такую вот заправку но и у нас был крузак самого начала на котором приехали поэтому я и в общем-то и воспользовался но на самом деле я очень хочу эту штуку заменить хочу взять какой-нибудь грузовичок который будет заправлять технику можно даже побольше чтоб там кубов на 10 хотя бы было топлива и самоходный какой-нибудь чем трактор с прицепом а из того что я так бегло посмотрел наличие модов мне попадались всякие только зилы и уралы в общем-то у нас здесь табу на все это дело поэтому нет 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 этого не будет но в общем-то потом мы это все дело заменим и сегодня так контракт завершён давайте-ка мы этого товарища тоже прервем чё нам дальше семена-то казенные тратить еще не казенные а наш были казенные еще хрен бы с ним давай дружище тоже едь на базу так вот этот день в принципе наверное можно промотать до утра только контрактик заберем если контракты пропадут хрен бы с ними я вот на самом деле даже задумался брать ли еще контракты на тюковку в будущем потому что надоело две тысячи триста тридцать тюков уже было затюковано 122 контракта это у нас начало второго года 77 часов у меня на все это дело ушло 4400 километров уже намотали товарищи и как я говорил очень много топлива была съедена спали на точнее даже 17 кубов много так вот давайте наверное мы мотнем но сегодня друзья надо все таки триггер для сна поставить будет да если прямо сейчас дождь закончится в общем должен 7 часов закончится если мне память не изменяет но уже темно поэтому ничего и уже делать не буду до 7 часов дождик закончился а значит мотаем на утро когда будет светло сегодня друзья я хочу сделать парковочные места потому что техники у нас много здесь такой беспорядок некрасивый и сейчас станет светло и мы с вами подумаем об подумаем о том где у нас разместить технику правда денег на ангары нет но если что наверное возьмем кредит за день его потом контрактами отобьем кстати вот что мне нравится весной не такие темные ночи осенью как-то было все намного темнее может быть это из-за того что было пасмурно но ночью контракт который я выполнял осенью это был просто дикий ужас да надо все таки триггер для сна поставить чтобы быстрее время мотать вообще у меня даже мод стоит чтобы быстро время мотает но увы руки не доходят настроить кнопочку 5 утра у нас светло это прекрасно посмотрим что нам принесли новые контрактики а по прополка появилась правда тут же она исчезает а вкусненькие уборки ох ты вкусненькие уборки появились прям очень вкусненькие уборки этим я в общем-то потом займусь обязательно тюкование не хочу удобрение тоже вкусно удобрение стопудово выполним прополку пока не знаю но и уборку в тоже все выполнил но кроме свеклы потому что свеклу убирать нечего все остальное есть чем убирать можно будет выполнить кучу денег заработаем а так вот друзья давайте разберемся с парковочными местами где у нас что будет стоять всякое вот это вот большое длинное я предлагаю ставить вот с этой стороны наверное стоит отогнать вот это все дело отсюда и поставить здесь каких-нибудь два сквозных ангара маны длинные комбайны будем ставить там ох честно мучаюсь я прописывать все эти парковочные места на кстати впереди опять дождик ждет не очень круто с учетом того что я собираюсь выполнять контракты на уборку так все стойте здесь никуда не уходить сейчас мы будем придумывать парковочные места давайте посмотрим вообще какие у нас есть это на сарай вообще гаражи черт они очень дорого стоят а мне такое не нравится вот этот как бы такой симпатичный с воротами места в нем много и сквозной проезд все как нам надо не сильно много всего туда можно поставить и стоит он мать его 312 тысяч вот это тоже ничего такое то из дефолтных можно посмотреть те что идут с картой возможно они будут дешевле вот кстати о есть дешевый вариант вот такой простой навес о слушать он отлично сюда впишется 37000 так мне вот эта вот штука пока что больше всего нравится о мало весовая за 1 евро где-то я его видел в другом месте и за 1 евро также у нас есть еще такие вот гаражи они у нас идут чуть подороже с крышей покрасившие но не сквозные есть еще такие же с выработкой электроэнергии я думаю мы такие ставить пока что не будем может быть когда-нибудь в будущем другом месте когда будем там что-нибудь отстраивать вот но видимо из сквозных таких прям проездов у нас только вот такой поэтому я предлагаю его здесь и впихнуть не вот так почему бы и нет бзды и готова в под навесом всяко красивше чем просто они бы здесь стояли правильно правильно и давайте друзья возьмем какой-нибудь трактор маленький отцепим от него вот эту вот штуку маленький потому что маневренный и не сильно быстрый мне проще будет записать здесь на нем все вот эти вот маршруты так сперва мы вот это вот все дело отсюда уберем а только сейлка доехала или даже просто их отсюда стереть да и мучиться давайте так и сделаем просто сотрем остальное потом будет по красоте но и в общем записываем парковки для вот этих вот наших первых трех товарищей так вот такая вот штука у нас получилось так трактор мы меняем потому что мне не нравится механическая коробка он тупит прям нещадно что у нас есть небольшое на автомате вальтера вот на вальтере сейчас и будем записывать ты стой здесь никуда не уходи уже за скорость в вальтера на автомате все будет чуть побыстрее продана и сама побольше но да ладно так стали нам надо назначить 10 парковки записать эти точки во первых для начала давайте их подвинем вот сюда наверно чтобы они все еще были на одном уровне наверно как то вот так вот мы сделаем вроде должно получиться относительно ровно но не факт так с добавим точку давайте как-нибудь или по номерам их делать давайте парковка man 1 будет далее здесь парковка комбайн и здесь парковка man 2 если нам это не понравится мы потом это все переделы и от вас большой буквы писал и я там с большой буквы писал начинать всегда с большой буквы писать парковка man 2 во вот такая вот история у нас получилось и далее погнали назначим теперь это все этим ребятам эти все парковочные точки так давайте наверно даже может быть и папку создадим с парковками до парковки и в эти самые парковки будем закидывать наши парковки как бы это странно не звучало парковки значит ты у нас man парковки ты у нас будешь парковка man 1 сдынь и прицепу тоже бздынь и сразу же проверяем на работоспособность этого всего дерьма правда у нас тут небольшой завал по технике но да ладно надеюсь как-нибудь доедешь ты давай паркуйся далее комбайн 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 то парковки и парковка комбайн бздынь бздынь и бздынь всему назначаем парковочные места комбайн не очень хорошо по автодрайву ездит по этой карте у меня здесь но так man стал на парковку это он молодец комбайн становись на парковку и вот этот вот man он у нас будет парковка man 2 соответственно назначаем и давайте его тоже отправим туда бздынь давай едь паркуйся а мы смотрим чтобы это более менее нормально прилично выглядело слушайте нормально мне нравится большое расстояние между ними понятно можно было бы уместить здесь еще кого-нибудь но уже ладно так она выглядит поприличнее а я думаю что имеет смысл поставить сюда еще два керхера чтобы можно было их на стоянке прям быть поставить просто здесь по бокам то у нас инструменты керхер например один поставить вот сюда бздынь готова и один поставить вот сюда бздынь и готова соответственно в конце дня рабочего они приезжают на парковку черт скорость уберись мы подходим к керхеру берем его и здесь их прямо и моем план капкан ладно сейчас я этого делать не буду так далее погнали смотреть у нас есть еще есть место как хочется компактно все сделать но и чтобы было свободно как они здесь выезжают здесь больше парковочных мест ставить но такое себе есть еще площадка у нас вот там за элеватором погнали посмотрим что мы можем придумать там а еще вот эту штуку надо тоже сделать сейчас один момент то что мы стерли изначально бздынь бздынь проезжаем вперед вот эту соединяем просто чтоб можно было как-то здесь объехать запись мы тоже вырубаем и бздынь бздынь все готово чтобы если кто-то на загрузке стоял не мешал а вот погнали смотреть что нам надо здесь и давайте еще прикинем какое количество техники у нас вообще есть какие ангары нам надо ставить во первых вся наша вот это вот история я думаю что косилку и тюкалку мы можем оставить здесь вот этих двоих я бы отсюда убрал и здесь поставил одно что-нибудь маленькое самоходное то есть 2 маленьких пупучки 1 большая пупучка вторая большая пупучка у нас здесь и третья большая пупучка плюс еще две больших пупучки относительно больших все бы сказал три больших две средних две маленьких плюс нам Надо будет еще в любом случае потом купить когда-то в будущем. А большую сажалку, это еще одна средняя пупучка. А полольник, наверное, надо будет купить в будущем. Я опрыскивал ком. Итого все грустно. Давайте посмотрим, как здесь будут эти гаражи становиться. Вот такие, например, если мы поставим. Не хватает денег. Но это, а что не хватает денег? Он же 10 тысяч всего стоит. Ты что? Я думал, такие вот вполне себе хорошо будут здесь смотреться. Раз, правда, раз-два. Или поставить раз-два и здесь еще третий. Но тогда будет прям очень много пересечений и некрасивостей. Давайте-ка мы вот это повернем. Посмотрим, как оно будет вот здесь смотреться. Черт, как же оно неудобно ворочается-то, а? Как бы это вот удобно посмотреть, чтобы ровно было. Вот это похоже на ровно. Но насколько оно ровно, я не знаю. Давайте вот здесь тогда его всунем. Бздынь. Почему опять не хватает денег, если хватает? Вы что? И тогда еще вот здесь вот тоже мы сделаем. Вот так вот гараж. Бздынь. Не хватает денег. Почему не хватает денег? Давай бздынь вот так. Блин, он криво у меня стал немножко, конечно. Сейчас, сейчас я тут постараюсь. Ага. Понятно. Снести. Да. До свидания. Мы потеряли 5000, но ничего страшного. Мы сейчас по сеточке выровняем. Потом как-то не очень, наверное, по сетке выровняем, но ничего. Давай вот так вот бздынь. И второй прям в упор к нему. Что за прикол с не хватает денег? Я не понимаю. Знаете, вот отсюда посмотрим. Во. Если мы вот так вот его поставим, или даже вот так вот вплотную. А? Не хватает денег. Да чтоб тебя. Во. Бздынь. Все хватило. Во. Стоит как один такой большой, длинный. Не очень красиво вот здесь вот эта вот штука получилась. Конкретно вот эта вот плитка. Но ничего страшного. Пойдет. И у нас здесь появилась куча парковочных мест. Причем довольно-таки нормальных, симпатичных. Давайте тогда назначать ребятам парковки. Блин, а как это тут вот сделать, чтобы красиво было, а? Нужен один въезд, один выезд, а потом парковки задним ходом. Я небольшой любитель этого дела. Небольшой умелец, скажем так. Ну ладно, погнали. Получится то, что получится, я не знаю. На мой страх и риск. Так, друзья. В общем-то, вот такая вот канитель у меня получилась. Я боюсь, что я здесь накосячил много где. Но сейчас мы будем все это дело проверять. Все точки я сразу обозвал. Сделал две точки еще на поливалку, на опрыскиватель и сажалку. Есть у меня подозрение, что слишком близко я проехал к гаражам. Я там основную линию провел. И из-за этого техника может торчать там. Я на самом деле небольшой любитель вот этого вот всего дела. Небольшой умелец, скажем так. Но давайте попробуем, почему бы и нет. Во-первых, 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 нам надо вот это вот все. Все, что я здесь насоздавал. Ну, черт, этого много насоздавал. Перетащить в парковки. Все, в парковке идет. Сеялка, сажалка. Боже, реально много получилось. Парковки, во. А, и давайте назначать тогда потихонечку. Ты у нас удобрялка. И значит у тебя парковка-удобрялка. Едь туда. Ты у нас культиватор. Соответственно, ты у нас будешь парковка-культиватор. Пздынь. И пздынь. И ты тоже едь туда. А что со звуком? Почему нет звука двигателя? То он пропадает, то он есть. Вот и поехал вообще кругами. Ну ладно. Сейчас посмотрим, как он встанет. И будем отправлять тогда следующих. У меня культиватор я же в одной из первых запихал, да? Нет, в одной из первых там маленькие были. Культиватор я попозже запихал. Черт, я даже не помню, куда я запихал культиватор. А культиватор у нас вообще в третьей с этой стороны. Ну, разворота ему не то, чтобы хватает. Но вроде бы должен справиться, кстати. Давай, давай, заезжай. Блин, как фпс-то стал проседать, а? Так, заезжает он прям прекрасно. Но то, что он не до конца доезжает, вот про что я говорил. У нас вот здесь вот проходит основная магистраль. Ммм, и что с этим делать? Точка создавалась парковочной не в самом конце. Да даже если в самом конце, его все равно не хватает. Как эту магистраль сейчас отсюда удалить? У меня идей прям ноль. Называется Никита, бери все и нормально переделывай. Как бы места-то еще хватает. Но все равно, даже вот с этим места не хватает. Надо было делать по-другому. Почему я не сохранил игру перед тем, как вот это вот все делать, а? Кто мне расскажет? Ладно, в любом случае, вот эта вот моя схема работать не будет. Поэтому надо все сносить. Я не знаю, друзья, то ли у меня руки из жопы, то ли еще что. Но единственное, кто более-менее задом нормально едет до конца и доезжает до конца, это вот косилка. Короче, есть у меня другой план. И он мне кажется более верняковым. Поэтому попробуем именно его. Ну что, друзья, вроде как куча времени у меня ушло. И вроде как я все сделал. Может быть не очень красиво, но практично это прям точно. Пришлось, друзья, мне взять кредит, чтобы поставить новые ангары себе. Упс, все, работает отлично. И поставил я два вот таких вот сквозных навеса и все расставил сюда. А здесь у нас осталось два места для поливалки и для сажалки. Так что всем вроде места хватило. Сейчас у меня вылетело из головы, что еще мы можем купить. Вот эту штуку мы от нее избавимся. Посмотрим, если что-нибудь одиночное возьмем, оно вполне себе и здесь станет. Вроде все хорошо. Единственное, хочется, конечно, проверить, чтобы это все дело работало. Вот эти вот вроде четверо нормально заезжают. Вот этих не проверял, только по одному пускал. Вопрос просто в том, что они могут мешать друг другу. Давайте сейчас всех отправим посмотреть, насколько хорошо все работает. Блин, что со звуками мотора? Ты куда поехал, дружище? Странный выбор, но ладно. Он почему-то захотел выехать именно так. Звуку двигателей куда-то просто решил выйти, но ладно. Давайте вот эту четверку отправим, посмотрим, чтобы она нормально сюда заезжала. Все никому не мешали. Еще что-то точки расставим по бокам, чуть отдалим друг от друга. Здесь довольно-таки крутой поворот, но вроде как они все абсолютно с этим справляются. Единственное, у меня еще есть вопрос вот к этому товарищу, с его вот этой поворотной задней осью, которая наоборот гробит градус поворота, если упирается в прицеп. Но эти ребята вроде как все сюда проскакивают, здесь все нормально, все заезжают. Ну и становятся они почти в один ряд. В один ряд делать, заморачиваться, честно говоря, мне даже впаду немного. Ну и друг другу они не мешают, то есть все нормально. Бздынь-бздынь, все заезжает, все хорошо. Еще культиватор сейчас заедет, и я буду прям счастлив. Да, без заднего хода, без какой-то красоты и изящества, но мне впаду было мучиться. Смотри, я могу это сделать, но мне сейчас не хочется. Может быть на другой базе, когда будем что-то делать, там все и сделаем. Этот тоже товарищ заезжает. Давайте еще и вот этих вот четверых тогда, пятерых. Боже, сколько у нас техники-то на самом деле. Черт, они там вообще гонки устроили, на разные точки поехали. Точнее, через разные выезды решили выехать. Через разные выезды, да. Ну что, вроде бы всех отправили. Сейчас посмотрим, что все заехали, и все будет хорошо. Ну ты, друг, решил выбрать, конечно, себе, как выехать. Вариант, что буксует, зараза. Ну ладно, буксуй, я тебе помогать не буду, сам выберешься. Выбрался, молодец. Итак, GCB-шечки. Раз, вторая, два, вторая, кстати, нормально повернула. Все нормально здесь. Почти в один ряд они становятся. Кстати, они не такие уж и большие. Большая разница по размеру. Хотя, не, есть все-таки, ладно. Так, тюкалка и волковалка там у нас еще едут. И самый последний, потом отстающий, будет... Давай, бздынь и бздынь. О, все нормально заезжает. Волковалка может мешать тюкалке. Давайте тюкалку еще раз отправим. У меня вот сегодня вот такой, знаете ли... Давай, езжай, не стесняйся. Блин, мне не нравится, как он ближайшую точку находит. Ближайшую точку находит в километре какую-то, самую неудобную. Так, вот эти товарищи пока у нас останутся здесь. Купим этот самый заправщик, тогда его и пристроим куда-нибудь. А крузак отправится обратно в гараж. Где он у нас тут? Где-то здесь он был. Вот здесь, да. Отправится туда. Так, эта штука у нас тоже доехала. Прекрасно ждем тюкалку. Просто тут такой узенький проезд, на самом деле. Может ему будет мешать, например, вот эта штука. Не исключено просто. Я бы лучше это прямо сейчас выяснил, чем потом случайно. Ну и отлично, слушайте, залетает, да? Нет, не залетает. О чем я и говорил. Надо сделать тогда вот для этой штуки чуть сместить точки налево. Черт. Не так все это должно было получиться. Так, смотрим, сможешь ли ты сейчас заехать. Вот какой я ерундой занимаюсь, а? Здесь, кстати, поаккуратнее получилось их друг на друга поставить. То есть, да, где-то под каким-то углом видно, что они не совсем попали прям друг в друга. Если можно так выразиться. Где-то на миллиметр он какой-то скос пошел. Но вообще незаметно, на самом деле. И прекрасно. Мне нравится. Давай, друг, заезжай. О, он вообще лихо залетает. И теперь еще раз тюкалку тогда. Здесь у меня подозрение, что-то еще уже стало. Блин, а что он там так тупит? Неужели там такой неудобный поворот я сделал? Ну да ладно. Не, места стало больше. Но он все равно не хочет сюда ехать. Он же зараза-то, а? Ну что, друзья, дубль 3. И мне кажется, что ничего еще не изменилось. Вроде как там на миллиметрике какие-то пододвинул. Но как было узко, так и осталось. Нужно подъезд сделать просто с другой стороны. Не с центра, а с... Хотя, слушайте, сейчас... О, все, отлично. Этого миллиметрика хватило им. Лепота. Все работает. Отлично. Я прям рад. Ну что, с этим разобрались, друзья. И теперь, и теперь... Теперь, друзья, у нас есть куча контрактиков, которые надо за сегодня выполнить. И я их собираюсь выполнить. И в следующей серии у нас, соответственно, опять будет много денежков. Мы вернем этот гребаный кредит. Я, по-моему, тысяч на сто взял. Да, 47 осталось. Но, чтобы ангары поставить, это мы отобьем. Не проблема. Вот. И, может быть, новая техника какая-то тоже появится. Но обо всем этом уже в следующий раз. На этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Лайки, комментарии, не забывайте. Если хотите смотреть серии заранее, по мере съемки, то сделать это можно на бусте. С вами был Никита Дилой. И всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok